Основание Азимова монументальный труд, пытающийся лучшей научно-фантастической серией. Основание Азимова это эпик, это величие. Это история империи, колонизировавшей десятки миллионов миров за несколько тысяч лет, потому что это великолепный образчик жанра, в котором телепаты. Всё делают сраные телепаты. Приветствую на канале, это Тима экранизация основания. Произведение крайне переоцененного, почти помойного, вот так неожиданность, помойка. Я знал, что у фонда полно фанатов, ну ладно, бывает. Помним, что 50 оттенков серого одна из самых продаваемых книг в истории. А если кто не в курсе основания, повествуют о том, как один ученый внезапно понял, что империя, колонизирующая несколько миров в день, в среднем, просто потому что скоро должна развалиться. Это ему подсказала новая наука психоистории, но не то чтобы наука. Поначалу была просто мысль об этом, который помог развиться всемогущий робот-телепат. Помимо прочего, правящий империей уже несколько поколений. На деле, эта наука не то чтобы наука, в которой используются сложные шаналисти. Нет, это скорее метод применения телепатических сил. И дабы сохранить наследие империи и предотвратить 30-ти тысячелетний хаос. Ну да, просто, понимаете, эта наука так точно работает, что 30 тысяч лет будет хаос. Инфлосовка. Было создано первое основание, где средоточие знаний и нет. Это обман, приманка. Наделена надежда человечества второе основание. Группа могущественных волшебников, которые с помощью заклинаний контроля разума захватили бы и первое основание, набравшиеся силы и любые другие группировки. Ой, простите, это не маги, а телепаты. И не заклинания контроля разума, а телепатический контроль разума. Вы не понимаете, это другое? Телепатия, используемая для предсказаний, вполне себе научная вещь. Ученые доказали, что в каждом из нас есть огромные резервные возможности, которые мы не используем. Одно из таких явлений – телепатия. А если ты еще и веществами обдолбаешься, может, станешь в Квиза с Ходорахом, разбудившись всю свою наследственную память? Абстерга херни не придумает. А чем это я? Ах да. На самом деле, большой план всемогущего робота-телепата был в том, чтобы создать попутно гигантскую разумную планету и в итоге человек, который всегда во всем прав. Ну, просто потому, что таким он всегда во всем правым рожден. Прям... прям как Путин. И нет, я не шучу. Итоговый план всемогущего робота-телепата был в том, чтобы человек, который во всем прав, осознал, что люди – говно. И нужно, чтобы их всех поработил коллективный разум. Ведь только уничтожение нашей индивидуальности может спасти человечество. И человек, который всегда прав, делает этот выбор. Потому что там искусство, семейные, дружеские отношения, любые социальные связи, любое проявление личности, бесполезный мусор, по мнению Зимова. Только превращение человека в функцию, в часть большого механизма, чья цель – лишь поддерживать свое существование. Достойная цель. Эволюция, постоянные изменения, чушь, бред и вообще злые происки врагов, что придумали все это, дабы набрать классы. Нет. Нет ничего лучше застоя и омертвения всей вселенной. Без какого бы то ни было развития и кризисов. Да, основание именно об этом. А если вы не видите всю гениальность Зимова, то просто слишком тупые. Это невероятно глубоко. А те, кто не согласен, еще не доросли. И вообще скажите спасибо, что тут женщин, которые гипнотизируют людей с сексом, как у Герберта нет. О чем пишите? Ах да, о сериале. Конечно, итоговое мнение может измениться, ведь то лишь два эпизода, в котором храбрая темнокожая героиня… Стоп. А кто это? Откуда она вообще взялась? Понимаете, это больше не история Селдона. Не история планеты ученых, вольных торговцев, шпионов, телепатов, которые сражаются с другим телепатом, которого обижали в детстве на разумной планете, где его никто обижать не мог. Окей, это история о смелой, сильной, независимой, расово правильной. Возможно, ко всему происходящему приложила рук всемогущий робот-телепат. Кто знает, кто ж знает. Я говорил, что всемогущий робот-телепат теперь женщина. Так вот, всемогущий робот-телепат теперь женщина. И да, у роботов есть гендер. Кто мы такие, чтобы ее осуждать или его? Стоп, в эту секунду это он, она, ой, стоп, теперь это они или это? Ну, вы поняли. Начинается все с магического монолита, который блокирует всех любопытных мощным силовым полем. Ага, тот самый монолит, который... Чего? Главная героиня математик Галдорни, которая настолько не похожа на всех. Смела, неординарно, потрясающе вдохновляющая, что в родном мире ее хотят убить. Потому что она женщина, которая умеет читать. И читать. Да, это тот самый юный математик, который почти не играл никакой роли в сюжете, первой книге, да и вообще в принципе. Его единственная цель плавно ввести в историю Селдона, на забейте. Виды тут, к слову, приятные, картинка достойная. Да и футуристичная одежда, целлофановые пакеты выглядят восхитительно. А вы и в курсе, что империей тут правят клоны? Целых три клона. Вот это я понимаю стабильность. А если клона внезапно заставить сделать то, чего он не хочет, протянется генетическая память. А иногда в клоне может проснуться память всех других клонов, потому что... Стоп, это же не Дюна. Спаси мне, кто не обдалбывается. Хотя, насчет авторов я бы не был так уверен. Каждый из трех клонов разного возраста называют друг друга брат рассвет, брат день и брат закат. Потому что это так глубоко, так гениально. Понимаете, рассвет, потому что он юн, день ибо зрел, закат, потому что стар. Это настолько невероятная, глубокая, многоуровневая метафора, которую понять не всякий лишь сможет. Видите ли, научно, то есть с помощью лучших телепатов страны доказано, что гениальность Азимова настолько запредельна, что пронзает сам пространственно-времной континуум, питает все произведения, так или иначе связанные с этим величайшим умом, сама Ванга об этом говорила. И как мы знаем, она была псайкером альфа-класса. Димирзель, больше не могущественный премьер-министр, реальный правитель империи, объект всеобщения, навести и страха, какая-то там секретутка. Ну да, почему нет. И да, это всемогущая робот-телепатка, кстати. Приемный сын Целдена является любовным интересом главной героини. Что ж, учитывая, что дочь этого приемного сына будет первым телепатом, которого встретит Целдена, именно она заставит всю его в страту и психоисторию работать как надо, это в каком-то смысле логично даже, ведь ее мать тут математик. Математика не оставили мужчины, ибо ребенок, рожденный от союза двух темнокожих мужчин, это куда прогрессивнее, чем вся эта ваша гетеро-чушь. В сериале почему-то очень много внимания уделяется спорам между какими-то провинциями, всрато-одетыми мужчинами и ведьмами в беноге, судя по их глазам Эббада. Помните, помните тот мощнейший религиозный культ, который был в основании? Да-да, тот самый, который возглавляет дешевая версия Моргана Фримана. Вы знаете, мудрый, старый, темнокожий мужчина. Нет, но... Понимаете, этот культ на самом деле подразумевался в книгах. Можно было читать между строк. Неужели вы не увидели? Селдон говорит, что десятки тысяч миров превратятся в радиоактивный пепел. Ч-ч-чего? В гениальнейшем произведении Азимова почти все забыли, как использовать атомные технологии. Максимум, на что способна империя, за исключением столицы, ископаемое топливо. Вы что, книги не читали или жопой это делали? Ха-ха-ха. В этом вся гениальность, метафоричность, глубина и разноплановость основания Азимова. Вы чего? Наука резко деградирует вот уже много лет, просто потому что. Хотя каждый день колонизирует несколько новых миров в среднем. В том и прелесть. Нам показывают тупость и бессмысленность происходящих. Как вы летаете на скорости высшей скорости света, если наука запредельно деградировала? Просто потому что. Все тлен, все бессмысленность. Лишь в единении с коллективным разумом найдете вы спасение. Что ж, как говорится, it's so fucking deep. И знаете, забавно было еще в книгах. В первом произведении все жестко наезжают на Селдона, как и в сериале. А в приквелах, вышедших позже, оказывается, что к тому моменту Селдон много лет правил империей, как премьер-министр. Да, сейчас он в отставке, но все же. Даже должно было хоть на что-нибудь повлиять. Ну, понимаете, не то, чтобы последующие книги редко не от первого, просто-просто вот так вышло. Это гениальность Азимова. Если вы не согласны, Марвел свой тупой смотрите. Или вот эти ваши гомиксы читайте. Все, отвяните. Селдона ссылают. И, видимо, всемогущие робот-телепаты Селдона ранее не были знакомы. Окей. Кстати, я говорил, говорил, что мужик из второй повести основания теперь тоже чернокожая женщина. Это так глубоко, так метафорично, так разнопланово. Использование образа матери. Боже, стоит ли вообще упоминать о величии и значимости материнства? Позвоните маме прямо сейчас. Если она у вас есть. Позвоните, поговорите. Ибо, как говорил святой Торетто, самое главное, это семья. И даже цвет кожи висет в себе глубокий смысл. Ибо жизнь, как известно, зародилась в Африке. А от кого происходит жизнь? Да-да, от матери. И образ материнства просто умножается на два. Как-то глубоко, как метафорично, как разнопланово. Вы вообще гениальность создателей понимаете? Осознаете? От основания зависит судьба человечества. Судьба основания зависит от чернохожей женщины. Матери. Которая и является источником происхождения всего человечества. Как закольцевали. Ура-Борос. Как же авторы хороши. Гениальность Азимова, само собой, тоже просочилась. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Во втором эпизоде Селдон напоминает войну роботов. Но... Но в основании в существование роботов вообще не верят. Считая их выдумкой... Ч-ч-ч-ч-ч... Чего? Насколько же это гениально, глубоко и метафорично. Кстати, а где робо-жена Селдона, работающая на всемогущего робота-телепата? А какого черта Селдона убивает его приемный сын? Ч-ч-ч-ч... Это так метафорично, глубокомысленно, разнопланово. Интересно. Возможно. Понимаете, Селдон же... Селдон это новый Иисус. А его сын это своеобразный Иуда. На самом деле Селдон умер за наши грехи. Чтобы спасти человечество. Воу! В смысле... Воу! Это настолько великолепно, что просто слов нет. Ладно, если честно, сериал Хрень книги не лучшая. У меня большое видео на эту тему есть, если интересно. Проходной мусор, не заслуживающий внимания. Так можно было бы хотя бы посмеяться с магов-телепатов, которые видят всех сущность в виде гномиков. А тут прям лажа унылая. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал и бустите. Спасибо за внимание. И пока. Пока.